В настоящее время известно, что Посейдон — это роботизированная атомная подводная лодка компактных размеров. Ее диаметр не превышает двух метров, длина составляет 20 метров, а вес — около 100 тонн. Разумеется, не каждая подводная лодка способна запустить со своего борта такой гигантский аппарат. Предположительно, первым штатным носителем Посейдона станет атомная подводная лодка «Белград». Одним из поражающих факторов Посейдона является гигантское цунами, вызванное ядерным взрывом под водой. Такое искусственное мегацунами будет достигать высоту 300-500 метров и сможет зайти вглубь материка до 500 километров на равнинной местности. Правда, следует учитывать, что данные относительно искусственных волн, вызванных ядерным взрывом под водой, получены путем расчетов. Как поведет себя волна на практике никому неизвестно, так как в истории человечества подобных ситуаций еще не возникало. Также Посейдон — это оружие России, которое сможет заражать прибрежные города радиацией. По оценкам экспертов, торпеда будет оснащена боеголовкой мощностью до 100 мегатонн или даже грязной бомбой, к примеру, кобальтовой. Правда, по мнению других экспертов, кобальтовой бомбы в природе не существует. Но даже без кобальта после взрыва ядерной бомбы побережье станет непригодным для проживания. Однако в задачи дрона входит не только доставка боеголовок к берегам противника. Он также сможет выполнять разведывательные миссии на большом расстоянии. Предположительно, торпеда будет действовать не в одиночку. Вооружение будет представлять собой рой дронов, то есть большое количество беспилотников, которые будут действовать слаженно. А еще, как сообщают эксперты и сами конструкторы, Посейдон может быть носителем торпед и мин. По оценкам некоторых экспертов, Посейдон может быть использован для взрыва атомной бомбы в опасных геофизических зонах, что спровоцирует серьезные природные катастрофы на территории противника. К примеру, обрушив юго-западный склон одного из вулканов в Исландии, можно получить гигантскую волну, которая будет двигаться в юго-западном направлении. Использование ядерного оружия в опасных геофизических зонах может быть даже более эффективным средством поражения, чем нанесение ядерных ударов непосредственно по территории противника. Не стоит думать, что Посейдон — это оружие, которое теоретически можно применять уже сейчас. Информация о нем содержится в строгом секрете, однако известно, что к середине 2020 года не было еще собрано ни одного образца подводного аппарата. А как же испытания, спросите вы? Испытываются лишь отдельные узлы, но не полностью готовый образец. Ранее сообщалось, что Посейдон поступит на вооружение армии России не ранее 2027 года. Но следует учитывать, что Россия в настоящий момент испытывает проблемы в области микроэлектроники. Повлияет ли это на создание современного оружия, пока неизвестно. Но в любом случае, до завершения проекта и начала серийного производства еще далеко. Продолжение следует...